Переводы в Армению в один миг. В приложении Фора Банка. Просто по номеру телефона. До миллиона рублей. Фора Банк. Ваш банк выгодных переводов в Армению. Андрей, итак, перед брюссельской встречей без участия Алиева, Баку меняет риторику, пытаясь найти поводы для эскалации. Вчера, например, ночью прозвучали выстрелы со стороны азербайджанских позиций. Скажи, Андрей, почему именно эта встреча стала причиной напряженности между Ереваном и Баку, кстати, между Ереваном и Москвой? Насчет обстрелов, насколько я понимаю, Азербайджан обвиняет Армению в обстрелах. Это, к сожалению, постоянная ситуация на границе и откровенно... Для этого есть уже наблюдатели. Мы сейчас попозже об этом тоже поговорим. Ну, возможно, да. Просто, с одной стороны, обычно непонятно, кто начинает, поскольку накопилось за десятилетия достаточное количество негативной энергии. С другой стороны, объективно, конечно, Армении сейчас совсем не с руки начинать какие-либо первыми обстрелы или провокации. Касательно претензий, ну, просто это один из многих, не первый, не последний, но достаточно важный символичный шаг по изменению вектора развития Армении. И изменению, можно сказать, и по-халиному. Это, конечно, не завтра произойдет и не во время встречи, но в целом, да, Армения и господин Пашинян конкретно разворачиваются в сторону Запада и пытаются налаживать все более серьезные отношения. Наверное, потому что просто видят, что Запад как союзник в военном плане, Запад как партнер в плане экономическом, технологическом, культурном более интересен сейчас, чем Россия. Ну, достаточно просто сравнить поддержку Украины со стороны Запада, которая, кстати, не была связана никакими союзными обязательствами, в целом, в основном, голословными гарантиями такими словесными. И ситуацию с Россией, которая, наоборот, как мы уже говорили, целых два союзных договора в рамках ОБКБ, межгосударственные, и результаты мои, и вы прежде всего видите. Но, еще раз повторюсь, и с этим связан негатив и по отношению к России, который, как к России кажется, теряет сателлита, вассала, давайте говорить откровенно. И Азербайджану невыгодно появление новых игроков в регионе, поскольку сейчас он себя чувствует региональным гегемоном, и появление каких-либо новых сил, новых игроков, как минимум, не ставит под вопрос, но сковывает руки и чуть меняет ту реальность, которая появилась после 20-го и после 23-го годов. Ну, еще раз говорю, не стоит в Армении, не стоит обольщаться, еще будет очень много сказано, и стоит четко понимать, что все встречи, которые сейчас происходят, они будут реализовываться в плане каких-либо уже серьезных программ действий только через годы. И есть еще один важный сдерживающий фактор, это Грузия. Как мы тоже говорили, через Иран, конечно, никакая помощь поставляться не будет, Азербайджан и Турция. Вы сами понимаете, а грузинская граница, если грузинское правительство разрешает, а мы помним случаи, когда не разрешало, поставки поставляются, а главное в военной и экономической поддержке это стабильность и гарантии. А если на Грузию давят с трех сторон Азербайджан, Турция и Россия, и Грузия отказывается и говорит, что мы нейтральная страна, то тогда все западные гарантии... То есть обольщаться не стоит, это шаг, один из многих еще будут, но если поменяется власть в Грузии, завершая, если идет грузинская позиция, тогда послушаем. Это правильный подход, Андрей, я понимаю вас, да. Но смотрите, что интересно, прозвучали в эти дни очень заметные заявления, я сейчас прочту некоторые из них. Например, прозвучало объяснение Госдепа США, что эта встреча не посвящена гарантиям безопасности Армении. Тогда в чем дело? Чего и опасаются Баку и Москва, скажем прямо, да? Они правильно подчеркнули, просто потому что по причинам, которые я перечислил, гарантии безопасности ответственной дать нельзя, просто потому что в ряде обстоятельств их невозможно будет выполнить. А адекватный человек не дает гарантии, которые не может выполнять. Это возвращается опять к нашим многим разговорам, когда я говорил, что после 2008 года, когда Россия потеряла возможность перебрасывать по дружественной Грузии войска в Армению в случае кризиса, она должна была честно сказать, что мы не можем, к сожалению, вас теперь в случае кризиса поддерживать. И тогда бы, может быть, и мирные переговоры пошли раньше, и с лучшей для Еревана позиции, и, может быть, избежали бы две войны. Штаты не хотят повторения этой ситуации, штаты не хотят, чтобы их считали предателями, и правильно сказали в этом случае. А что говорить еще раз, это долгий диалог, это долгие процессы. Там наверняка завязаны и некоторые шаги в интеграционном плане, и, возможно, какая-то помощь, ну, с несколько сотен миллионов долларов, скажем, не сказать символичное, но и не сказать, что существенное все-таки. Какие-то, возможно, поставки вооружений, обучение армянской армии, насколько я понимаю, сейчас постепенно начинается переход, по крайней мере, частично от советско-российских стандартов к западным. То есть много, что говорится, но еще раз, это все, это очень долгие-долгие-долгие шаги. Европейские, восточноевропейские государства, которые находятся в географически гораздо лучшем положении, эти шаги совершают годами, а то и десятилетиями. Ну, путь в тысячу ли начинается с первого шага, как китайская пословица говорит. Сегодня очень свежее заявление, опять. Армяно-азербайджанский мирный процесс не будет в центре внимания встречи Армении и США в Брюсселе. Это Госдеп, опять же, говорит. Насколько я понимаю, позиция Баку сейчас против какого-либо внешнего вмешательства. Просто потому, что любое вмешательство... Вот и четкое объяснение к этому. Ну, потому что одна из сторон не хочет этого, причем сильнейшая сторона не хочет этого. Причем сторона сильнейшая, от которой зависит, будет этот процесс или нет. Возможно, даже, скорее всего, идут все равно какие-то закулисные игры и закулисное давление, прежде всего, со стороны Штатов, ну и Брюсселя, наверное, на Азербайджан. С попытками получить максимально вменяемую азербайджанскую позицию, в данном случае договороспособную. Но официально Баку заявила, официально же Штаты подтверждают, что они готовы считаться с этой позиции. Ну, просто потому, что если они считаться, то никакого мирного процесса просто не будет и никаких. Есть они или нет, но все-таки как-то вроде бы движутся переговоры. Все это отменится тогда.